Всем привет, друзья! В общем, выбрались сегодня с Евгеничем на Минское море. Да. Выбрались сегодня, в общем, на Минское море в надежде в третий раз повторить успех. В общем, цель сегодняшней вылазки, опять крупный судак, поиск судака на Вославском водохранилище. Сегодня уделю внимание карьерам затопленным. В общем, водичка чуть подостыла, я надеюсь, что, может быть, судак опустился чуть глубже, и, возможно, на карьерах он будет отзываться получше. В общем, погода сегодня ужасная. Ветер с порывами до 13 метров в секунду, фоновый ветер 8 метров. В общем, накладочку я на камеру одел, поролон, не знаю, насколько сильно она спасет, но, во всяком случае, что-то она доприглушит. Помимо всего прочего, сегодня с 9 часов утра обещают ливни. В принципе, сегодня вечером, и на протяжении всего дня по Минску шел дождь. Ну, в общем, мы рискнули, решили выбраться. Сейчас вот сколько? Час ночи, да? Ну да. Выехали там, считай, с ночью, сейчас вот достали лодку, сейчас накачаем. Может быть, часик покемарим, может, спать не будем. Я вообще себя великолепно чувствую. Зеленый чайок попиваем. Вот. Ну, друзья, я надеюсь, что рыбалка удастся. Оставайтесь. Приятного просмотра и приятного аппетита. Это домашнее твое? Да. Включи только сети. А, самый яркий, да? Да, вьетнамская свинка. О, друзья, смокота. Это самое вкусное мясо, которое я пробовал. Не то, что вот это вот химия, а вот это вот надо есть, блядь. Вот это, да. Оно аж зеленцой отдает. Видно, что качественное. Не то, что вот это вот, блядь. Даже режется он там мягко. А что за нож? А, это обычный. Рыночный. Похож на какой-то фэн-шуйный. Да, не. Обычно. Рыночный, чтобы у грыбы ходить. Самое вкусное, да, это, когда ты ешь в 2 часа ночи. О, телефон упал. Ешь специально. Соли, правда, нет. Рыба, тяни. Давай, давай. Посмотрите на этого счастливого человека. Вот это да, классно. Трехка, наверное, стопит. Да нет. Двушка. Кило пятьсот. Братан, он тяжелый. Но все равно приятно. Братан, поздравляю тебя. Вот это вообще эффектно было. Спасибо. Сотри, он подсекает, у него палка дубасит. А он... Что ты делал? Я вообще не понял, что это было. Так, стоп. Давай. Держи, пацан. Мы первые, мы первые суток. Судачище. А зажмурился-то как ёк-макарёк. Что, я лёк? Нет, судак. Ну да, полторуня. Давай. Сейчас тебе на свой щелкни. Да щелкни на свой. У тебя ж айфон качественный. Присядь. Друзья, тем самым временем... Ну, на улице на самом деле пасмурно. Тучи. Решил я попробовать вот такой вот... Такого вот маленького пига. Вот. Он довольно-таки яркий. Может быть, сработает плавная какая-нибудь равномерная подача. А-ля тот случай, когда на первом этапе турнира пал. Петерцов я видел, ловил судака и щук. Вот. Нечто подобное. Только вместо пикшада там был... Большая была кейтечина. Собственно говоря, вот такая вот, может быть, игра. Понравится судачку. Сейчас на 5-7 забросов попробуем. Ну что, друзья. Собственно, вот первая постановка. Довольно-таки много времени уделили ей. Час. Обрабатывали, как бы. Вот результат один-полторушный судачок. И на этом все. В общем, сработало. Покажи. Сработал шейкер, а-ля шейкер. Это, скорее всего, какая-то качественная подделка. Вот. Так что, ну вот, пока такие результаты. Сейчас 6-10. Будем искать какие-то новые постановки. Новые места. Я думаю, что еще что-то должно сложиться. Ребят, решили перекусить. Поклевочки что-то прекратились. Сейчас опять вернулись на перспективную точку в надежде, что еще что-то будет. Ну ты хоть доволен рыбалкой? Да. Это хорошо. Друзья, пошел, короче, нехренительный дождь. Я на всякий случай пока камеру уберу. Все равно пока не ловится. Будем надеяться, что его продует. Ветер сильный. Я надеюсь, что должно его быстро продуть. Братан, это что-то хорошее. Друзья, очередная поклевка у Евгенича. Давай, старичок, поднимай его. Друзья, в самый неподходящий момент села камера, потому что было мало зарядки. Сейчас подключил пауэрбанк. В общем, вываживание завершилось успешно. Вот такой красавец сом. Как бы... Классно, классно. Впечатления твои. Обалденные. Я первый раз пойму сама на джиг. И такого, ну не сказать, что маленького сама. Сомика. Фоткать будем все? Давай. Давай, сейчас, друзья, пофоткаемся. Друзья, ветер настолько сильный, что если стоять вдвоем в лодке, то мой якорь нас просто не удерживает. Поэтому я решил пока присесть, потому что шли и нашли перспективную точку. Сейчас я добавлю картинку. Вот, как вы видите, четкие символы рыбы наверху бровки. Можно надеяться, что это какой-то хищник. Причем символы довольно-таки крупные. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. На вот моим. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Я их потом одену? Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Даже почти перебежки не было. Видел куда улетел? Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Смотрите продолжение в следующей серии.